Англоязычный сервис, он немножко посложнее будет. Называется он SnatchBot. Это онлайн-конструктор для создания ботов тоже с поддержкой разных каналов. Тоже он поддерживает и веб-ботов, и Telegram, и Viber. Вот основные. WhatsApp по-прежнему здесь создается платно. Сервис англоязычный, но частично русифицированный. В чем это выражается? Вся русификация выражается вот в таких вот надписях, все на русском языке. Но сами шаблоны, которыми мы будем пользоваться, они англоязычные, они на русский не переведены. Единственная в этом сложность. И сам конструктор, в отличие от Бориса Бота, будет выглядеть немножко иначе. Давайте смотреть. Итак, вот так выглядят шаблоны. Называется это магазин шаблонов. На самом деле здесь все бесплатное. И в основном здесь коммерческие вещи. Мы видим, что тут и дантисты, и фитнес, и покупки, и плейлисты, и тому подобное. Вот из всех этих шаблонов меня заинтересовал шаблон, который называется Quiz Education Bot. Он отрисован для создателей тоже викторин, квестов и тому подобного игрового. Давайте я вам ссылку сразу отправлю, чтобы можно было посмотреть, как он работает. Так, потерялась во вкладках. Ага. Вот ссылочка. Так. Ну, давайте раскроем. Я как раз взяла этот шаблон и попробовала на его основе. Вот что у меня получилось. Я вам ссылку в чат отправила. Итак. Вот так выглядит бот изнутри конструктора. Видим, что здесь уже появился английский текст. И сам бот выглядит немножко иначе. Вернее, конструктор этого бота. То есть здесь никакой такой ментальной карты уже не будет. Здесь будет таблица. И каждый новый шаг этого бота будет изображен в виде карточки. Ну, первая карточка, вот синенькая, сейчас открыта. Welcome. Это приветственное слово, то есть первый информационный блок, с которого все начинается. Я его перевела на русский язык. Здесь было по-английски, я просто перевела на русский и дописала вместо кнопки. Не помню, как там называлась кнопка начать. Я написала по-русски кнопка старт. Ну, а в целом оставила сообщение примерно такое же, только перевела его на русский язык. Под каждым сообщением мы видим вот еще такой код. Custom var result 0. Вот это стирать не нужно, потому что здесь в этом боте идет подсчет баллов. Вот эти вот коды, которые прописаны внизу, это автоматический подсчет всех шагов, которые сделал пользователь, и всех баллов, которые он набрал. Поэтому мы стираем только англоязычный текст, вписываем свой, ну и, соответственно, оставляем этот код, чтобы подсчет баллов сохранялся. Дальше переходим, собственно, к вопросу. Это вторая карточка, вот она, первый вопрос. First question. Вопросы здесь бывают двух типов. Вопросы открытые, когда пользователь должен что-то написать, и вопросы с вариантами выбора. То есть предлагается несколько кнопочек, на которые можно нажать, на одну из которых можно нажать, и в зависимости от того, как вы ответили, вам напишут, правильно вы решили задачку или неправильно. Ну, давайте смотреть. Допустим, мы хотим создать открытый вопрос. Да, еще забыла сказать, вот тут у меня в красной рамке выделены, у каждой карточки есть две вкладки, сообщения бота и связи. Вот это две важные вещи. Есть еще настройки, автоматизация и прочее, но нам здесь в данный момент, осваивая этого бота, нужны только вот эти две, сообщения и связи. Это то, что мы в Борисе Боте рисовали. То есть сообщение – это сам блок, а связь – это линия, которая соединяет один блок с другим. Работаем в таком порядке. Сначала вписываем сообщение, потом устанавливаем связи. В качестве связи я выбрала переход ко второму блоку. Если связь установлена, то рядом с карточкой появляется зеленая кнопочка с цепочкой. Это значит, связь установлена. Но здесь уже она установлена автоматически, поэтому сразу переходим к первому вопросу. Здесь уже придется сделать самостоятельно. Итак, допустим, ну вот она, кстати, связь. Это самая, которую я хотела сказать, что она установлена автоматически. Кнопка называлась «Let's go». Я ее, соответственно, перевела на кнопку «Старт». Поэтому вместо «Let's go» я здесь тоже стираю, пишу тоже «Старт». Дальше. Это, собственно, непосредственное условие, кнопочка, на которую нужно нажать, чтобы перейти к следующему блоку. А дальше, собственно, переходим к связи. А связь здесь достаточно сложно прописана, но выглядит она так. Если ответ на это взаимодействие содержит целое слово «Let's go», то перейти к блоку, который называется «Первый вопрос». Из всего этого нам нужно вот это стереть «Let's go» и написать здесь «Старт», чтобы все соответствовало карточке, и добавить связь, нажать на кнопку «Добавить связь». И она вот таким зеленым кружочком тут же у нас появится. Чтобы проверить, как это все работает, здесь в правом нижнем углу появляется вот такой значок с синий-фиолетовый кругляшочек. Эта кнопка, она всегда будет с нами, и вы на любой момент создания бота можете на нее нажать и посмотреть, как это все будет выглядеть в реале, в натуре. Если какие-то проблемы, то вам про это сразу покажут. Теперь переходим к вопросам непосредственно. Вопрос первый. Открытый. Я вписываю сообщение бота, кто автор стихотворения, вопрос дописала. Дополнительно к вопросу здесь можно добавить медиа. Медиа здесь разные. Гиперссылка ведущая на какой-то сайт, изображение загружается с компьютера, аудио-видео тоже грузится с компьютера. Или... Ой, нет, все, наврала вам. Не с компьютера, конечно же. Добавляется из интернета. И картинки, и аудио, и видео добавляются из интернета. Как это делается? Нажимаем на любую кнопочку. Например, мы хотим картинку добавить. Нажимаем на кнопку изображения. Появляется код. И внутрь этого кода, ну, там будет понятно, URL это будет называться. Вот вместо URL вписываем ссылку на нашу картинку. Таким образом здесь все добавляется. Вот. После того, как мы добавили сообщение бота, переходим к самому сложному. Переходим к его связям. Связи здесь будут немножко уже другие. Ну, во-первых, у нас будет... Не будет никакой кнопочки. То есть пользователь сам будет вписывать. И нам нужно прописать условную связь. Если ответ на это взаимодействие совпадает со словом Есенин, то переходим к блоку, который называется правильный ответ. Correct answer. Вот. И плюс добавляется балл в разделе ключевые слова. И если ответ неверный, то мы в разделе резервная связь пишем. Иначе, то есть в другом случае, перейти к блоку incorrect answer. Неправильный ответ. Эти все блоки здесь есть. Если присмотреться в табличке, они присутствуют. Вот коррект, а вот инкоррект. Рядом с ним. Вот эти два. То есть мы перевели туда, что называется, связи, отправили в эти блоки. А дальше мы можем их открыть, этот правильный и неправильный ответ, и связь установить, чтобы от правильного и неправильного ответа шли связи ко второму вопросу. Вот таким образом, немножко запутанно, тоже немножко может быть сложно, она слух воспринимается. Но вот таким образом мы перещелкиваемся между карточками, устанавливаем связи. И смотрим, появились ли зеленые значки. Если зеленые значки присутствуют, а в активном виде, то связи установлены, и все будет работать. Если у нас есть варианты с ответами. Ну вот, пожалуйста, правильный ответ. Здесь мы пишем, молодец, поздравляем, совершенно верно. и переводим в раздел связи, что нужно перейти к следующему вопросу, а это будет второй вопрос. Вот таким образом настраиваем правильный ответ. Неправильный настраивается примерно так же, только вариант там пишем другой. К сожалению, неверно, но мы перейдем все равно к следующему вопросу. Вот таким образом это все работает. Опять-таки видим, что здесь под сообщением бота есть еще код, вот этот, который подсчитывает баллы. Один балл здесь прописан в результатах. Вот таким образом мы отмечаем правильные и неправильные ответы. У каждого вопроса будут свои правильные и неправильные ответы. Здесь для простоты все пронумеровано. Вопрос второй, поэтому правильный ответ будет тоже под цифрой 2 и неправильный под цифрой 2. Если третий вопрос, соответственно, третий. Ну, вектаринка маленькая, всего 5 вопросов, но потрудиться она, конечно, заставит. За 5 минут не получится. Дальше. Второй вопрос я хочу, например, сделать с кнопками. Что я для этого делаю? Пишу, собственно, сам вопрос, придумываю ответы на кнопочках. Вот они. Ну, а дальше в условных связях, в разделе связи, я прописываю, если ответ совпадает со словом Лермонтов, то это неправильный ответ. И, соответственно, перепрыгиваем к неправильному ответу 2. А если ответ будет, например, Денис Давыдов, то это будет верно. Перепрыгивать мы будем в правильный ответ 2. И вот таким образом связь за связью, блок за блоком, карточка за карточкой, мы устанавливаем соединение. Последним блоком в этой схеме будет блок, который называется Total. Это результат. Он будет создаваться автоматически, и напротив этого блока нет активной зеленой точечки с цепочкой. Это значит, что на этом все закончится. В конце блок подсчитает автоматически все правильные и неправильные ответы и выдаст их на экране, сколько вы заработали правильных ответов. Что нам делать, если связь устанавливать не надо? Это значит, что нужно прописать этот результат. В лекторине 5 вопросов, поэтому здесь предлагается и 5 вариантов обратной связи. Допустим, 5 баллов – ты настоящий знаток, 4 – хороший результат, но есть ошибки, ну и 0 – к сожалению, ни одного правильного ответа попробуй еще раз. Вот таким образом мы прописываем это все вручную, а коды оставляем без изменений, чтобы автоматика все сосчитала. Но обязательно после того, как мы создали наше детище, опять тестируем его через вот этот вот значок фиолетовый внизу, синенький или фиолетовенький, и проверяем. Опять на все кнопки нажимаем, смотрим, есть ли связи, все ли работает, и после этого уже можно, собственно, перейти непосредственно к встраиванию. Опция называется «Каналы», вкладочка такая «Каналы». Здесь мы получаем ссылки и коды. Ну, мне нужен веб-чат, поэтому вот я нажимаю вкладку с кодом, здесь есть код и фрейм, и есть виджет. Выбираем тот вариант, который вам вставляется на ваш конкретный сайт, у меня и фрейм работает, поэтому я беру вторую ссылку, вернее, первую, которая через и фрейм работает, через скрипт. Дополнительно мы видим, что здесь есть возможность создавать бодов в Телеграме, в Вайбере, в Скайпе. Опять вот запомню, к сожалению, платный. По тарифам здесь вот такая история. Здесь бесплатно, очень хорошие возможности, работают без ограничений, даже есть доступ к технической поддержке, но, может, это не так актуально, все-таки это англоязычный сервис, можно экспортировать диалоги, если это необходимо, делать рассылки через чат-бота. Собственно, неплохой вариант. Сложновато немножко, конечно же, на первых порах разобраться, мне тоже потребовалось время, с первым чат-ботом я провозилась, пока разобралась, что к чему. И есть небольшая инструкция к этому чат-боту.